Восьмую годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в Доме Российского Исторического Общества. Его председатель Сергей Нарышкин по видеосвязи провел круглый стол с участием историков и интернет-блогеров. Тема встречи – историко-просветительская деятельность в интернете, где сегодня идет основная борьба за смыслы. В свете текущих событий интерес людей к прошлому будет лишь возрастать. Поэтому попыток спекулировать на доверчивости интернет-пользователей станет еще больше. К ним примешиваются и целенаправленные фальсификации разного рода фейки и слухи, призванные очернить Россию и ее прошлое, выставить нашу страну в максимально невыгодном свете. Противопоставить можно лишь более тесную координацию усилий всех заинтересованных сторон. Ощущается потребность в компетентных лидерах мнений, способных говорить о сложных вещах, понятном для широкой аудитории языком, готовых разъяснять причины текущих событий, их историческую подоплеку и значение. Сегодня поле боя за души наших граждан, за разум, он находится, к сожалению, не всегда на кафедрах серьезных научных конференций. Все-таки это скорее такая площадка для серьезных ученых, для выявления каких-то позиций в среде профессиональной. А сегодня действительно, как вы верно заметили, указав проценты соответствующие, это все поле боя находится сегодня в цифровом пространстве. И вот это поле боя давать мародерам ни в коем случае мы не имеем права. Историки и журналисты, работающие в интернете, поделились с представителями академической науки своим опытом ведения историко-просветительской работы в условиях, развернутой Западом информационной войны. Не работает старый принцип, что иной раз ложь во благо. Это большое искушение людей, когда они говорят, ну мы вот может чуть-чуть соврем, чуть-чуть преувеличим, чуть-чуть, что называется, сову натянем на глобус, но это во благо. Это в интернете, в нынешних реалиях не работает. Я думаю, что у нас нет просто необходимости врать, в отличие от наших политических оппонентов, и вот в этом наше большое преимущество, которым будем пользоваться. Верно? Безусловно. Еще один важный аспект – необходимо развивать собственные российские, независимые от Запада, интернет-платформы наподобие YouTube. Импортозамещенные площадки. Мало того, что этим никто никогда не занимался. Вы себе просто, коллеги, не представляете, в каком они удручающем состоянии находятся. Пять раз в день я между эфирами вынужден звонить менеджерам Рутуба с вопросами, почему стримы модерируются по 8-9 часов. Они мне говорят о том, что у них такая, знаете ли, техническая база. Это вот мы так готовы к тому, что у нас вышло ноль из медиасферы. Создатель научно-исследовательского фонда «Цифровая история» Егор Яковлев предложил новый формат взаимодействия историков разных стран. Фестиваль «История и доброй воли» мог бы стать фестивалем, на котором историки разных стран через онлайн-связь могли бы рассказывать разные исторические сюжеты, делать разные увлекательные исторические доклады для широкой международной аудитории, несмотря на ту политическую турбулентность в условиях, в которых мы живем. Было отмечено, что в приоритете должны быть ближайшие соседи – Беларусь и ряд стран постсоветского пространства. В Казахстане, в Белоруссии существуют сейчас те же самые программы, которые существовали на Украине, в Прибалтике и ряде других стран, которые направлены на воспитание русофобии и исторической лжи о нашей стране. В условиях операции, которая проводится сейчас на Украине, необходимо вести просветительскую работу о корнях этих событий и у нас в России, и в странах ближнего внешнего контура. Недостаточное внимание просветительской работе со стороны России на Украине – одна из причин случившегося там в 2014 году переворота, напомнил генеральный директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин. И нужно посмотреть, провести такую работу над ошибками с нашим нарративом. Что не так с нашим нарративом? Не только в плане донесения, так сказать, этого заряда, куда нужно, но и в плане содержания самого этого заряда. Нам нужно тщательно проанализировать и понять, какой нарратив сейчас мы должны освобождаемым территорием Украины предложить. Андрей Мальгин провел экскурсию по выставке экспонатов из фонда Центрального музея Тавриды. Она рассказывает об истоках нынешних событий. Эта выставка показывает, что все началось на самом деле гораздо раньше. Истоки этих событий, событий, которые мы сегодня переживаем, они уходят корнями в события как минимум 250-летней давности. В 2017 году недалеко от Перекопского вала поисковиками была обнаружена братская могила русских солдат 2-й армии князя Долгорукова. Большая часть из более чем 800 солдат погибла не в бою, а от чумы, которая свирепствовала в ту пору. Каждый солдат имел нательный крестик. Многие пользовались вот такими нательными иконками. Крест по центру, по-видимому, он принадлежал священнику, который тоже был захоронен среди солдат. Видимо, это был полковой священник. 250 лет назад, в 1771 году, 2-я армия под командованием генерал-аншефа князя Василия Долгорукова, взяв штурмом Перекоп, триумфально вошла в Крым и в течение нескольких недель завоевала основные турецкие крепости. Так Крым сначала стал независимым от Османской империи, а в 1783 году был присоединен к Российской империи. К фамилии же самого Долгорукова добавился титул «Крымский». Служба информации Фонда История Отечества.